Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Барбер-чейн, да, по-любому. Но есть еще пара пиздатых мастеров, которые не работают в чейне. В Москве. Но надеюсь, они будут там работать в ближайшее время. Бассейн с саниной. Пожалуйста. Мы были на мероприятии, которые проводил чейн. А теперь мы лежим на фоне кустов. Да, погодка вообще отличная. Такой вот вид у меня. Хуительно, не правда ли? У меня не покидает желание уебаться прямо на траву. Вон там студия. В инсте я не подписан ни на кого, потому что я сам себе ленту выбираю в интересном. Не хочу видеть всякую хуйню. Слышали треку Maroon 5? Girls Like You. Что-то заело меня, капец. Есть версия с Cardi B. Но я слушаю без Cardi B и крутой трек. Сцените. Мешает то, что я в чистой одежде. Травка все-таки не очень чистая. Ну ладно, приедем в Томск, нарисуем тебе новый автограф. What's up, my nigga? Не могу слушать кодека, блядь, пиздец. Я смог с горем пополам послушать два трека кодека. Это Too Many Years и Conscience Futurum. Все, надо, больше меня не хватит. О, жет. Lil Xen'а нет. Я не могу на этого шлепка даже смотреть. У меня такое ебало, как будто вот-вот польется слюна изо рта, и он окончательно, блядь, сойдет с ума. Завтра будет не концерт. Сразу говорю о клаб-шоу. Скорее всего, я просто под плюсы поугараю. Посередине где-нибудь в клубе. Допустимся в пляс на получасик. Так что те люди, которые думали, что мы делаем концерт, никого не предупреждают и не так. Это просто тусовочка. Лучше меня читают чуваки из Америки, из Европы, некоторые. Это факт. Че, рифмы пиздец? Почему рифмы пиздец? Везде двойные, красивые, на двух языках еще. Ооо, насколько ты пиздюк. Да я хуй знаю, мне кажется, в Москве насрать всем. Да, нет, я не кидаюсь бутылками со сцены. Илья кидается. Это у меня хуево с меткостью. Не, не знаю, мне трансформеры че-то пиздец перестали нравиться. Совсем какая-то детская хуйня с кучей рекламы. Учился писать биты, не знаю, плотно я сидел пару месяцев. К концу, конец весны и начало лета за битами. Ну и когда интересно, и все получается постепенно. Парням, кто служит в армии, чуваки, как можно быстрее, надеюсь, вы вернетесь из этой залупы. Начнете решать просто. Да, давненько это было. Не, он мне плохо с казахскими, я уже почти все забыл. Ну, ломаный риф мой такой стиль. Типа, слушай Cool Savage, там вообще хер поймешь, где строчка кончается, где заканчивается. Иногда с текстом даже не можешь понять. Альбом фьючера залупа полнейшая. 31 Days добавил, и то, блядь, самый менее уебищный трек. Просто положил хуй на этот Beast Mode Future. Мэйвейвс молодец. Скитлз еще в армии. Я сегодня приво показал. Свежие демки скитлз. Но у меня есть плохой интернет, я не могу скачать архив. Архив называется Straight Auto Army. Tidal Wave, текст. Надо заняться этим, залить. Мне чуваки с Genius'а уже, блядь, 200 лет пишут, чтобы я залил текст и верифицировался. Но я что-то все проебываюсь. Но в альбом Джонни Боя печаль, пиздец. Со всей силой пытался найти что-нибудь прикольное. Джонни Боя такая же проблема, как и у многих старичков. Они уже не соответствует их музыка времени. Странно это очень звучит. Типа не веришь этому, в общем. Неправдоподобно как-то. Я просто спокойно говорю. Ну, меня никто не хотел подписывать на брокинг-машину. Немного по-другому все было. Но в итоге я слился нахуй. По нескольким причинам. Си-4, бля, я не помню даже, как мы познакомились. Давно мы что-то списывались, пытались несколько раз делать совместку. У нас ничего не получалось. Так, где-то пересекались в Москве пару раз. Потом получилось, что в прошлом году, 18 июля, мы, не зная, короче, ну, типа в один день переехали в Питер. И там через несколько дней случайно созвонились. Пиздели полночи. Встретились. Что-то начали пытаться записать что-нибудь новенькое. В итоге решили сделать альбом. Ром, давай, короче, через твой аккаунт зальем мои тексты, раз ты верифицирован. Фитонул бы с Мэйвэйвс, фитонул бы, конечно, без проблем. Ждите кучу музла в этом году, кучу клипов, нормальный рэп. Принесу экзотики вам нормального рэпа, не даунского, не фрешманского. Такого уже, блядь. Ебаш в соло, нахуй, лейблы. Сто процентов. Получить норм образования в Пермском политехе, если ты идешь на гуманитарный факультет, нет. За остальные не знаю. На мехмате надо очень сильно учиться. Это я точно знаю. Но можно устроиться куда-то в нормальное место потом. Свежий альбом доп.диуди не слышал. Со Слимом нас познакомил Ник Ван, по-моему. Не, не могу называть причины, потому что будет вонь, обсуждение. Ну и, блядь. Я выбрал политику не трогать, короче, какашки, чтобы они не воняли. Поэтому я лучше помолчу. Много о чем. Биг Бэйби Тейп, да, прикольно делает. Заигнорил меня ВКонтакте, не ответил мне. Засранец. Выписал ему респект, а он не прочитал. Так. Что еще у нас тут? Последний клип Элю Мэйта не видел. Но я думаю, он как все остальное творчество Элю Мэйта. Гав-гав. Вношение к фьючеру, конечно, позитивное, но все равно батя. Да, у меня песни все со смыслом. И с моралью. Так. У меня в жизни много нового. Да ни хуя нового, на самом деле. Только рэп, блядь. Вся моя жизнь это рэп. Ничего нового. Но я постараюсь как можно в больше мест заехать осенью и зимой. Только сначала съезжу на море. Первый раз в жизни. Я пока читаю, не буду светить лицо. А то, когда я сосредоточен на что-то читаю, у меня лицо как у дауна. О, набьешь тату с моими инициалами, но можешь уже идти и набивать. Я махну в Киев, стопроцентно. Киев, форева. Машину? Не, я буду себе брать машину с водителем. Только если так. На мой фит с Рамиресом. Но мы не знакомы даже. Не знаю. Когда-нибудь, может быть. Своим слушателем. Зависит от моего настроения. Иногда прям люблю поговорить. Но большая часть времени морожусь. СД не такой же старичок, как Джонни Бой. СД это, блядь, история русского рэпа. СД это СД. У меня новый тату-мастер. В Питере салон барака тату. Там есть Паша Алмазов, который делал мне нижний ряд букв и поправлял верхний. А его друг Тимур Енот бил мне вот этого Мидаса. Так что теперь я бьюсь у пацанов. Красавчики они. Мой самый любимый фильм. Не знаю. Давно ничего не смотрел такого, чтобы меня прям впечатлило. Рич Зе Кит, блядь. Даун, ебаный. Пиздец, который даже не может в бит попасть. Если, ну типа для меня творчество Рич Зе Кида это припев Плаг Волка. Это все, что я могу слушать у него. Потому что там бит прикольный. Приходит слушать Рич Зе Кида, чтобы бит послушать. Фрешманы это люди, да. Что за вопрос. Не, я не тухну, ебать. Я цвету и пахну здесь. Альбомы пишутся. Какая афиша. Мне нравится прическа. Фейт от нуля и двухсантиметровая длина волос. Ну, по крайней мере, последние несколько месяцев так стригусь. Чему новая татуха? Я сдал экзамен на эту татуировку в прошлом месяце. Я закончил 10 песен за неделю и позволил себе набить Мидаса. Мидас, если кто не помнит, превращал в золото все, чего касался. Вот. Это такая некая метафора о том, что я могу из кучи, блядь, вавок и говна и палок превратить это все в пиздатую песню. Вот такой вот я Мидас, короче. Дохуярте все с моими инициалами, с моим никнеймом и фотографией. Присылайте мне в Инстаграм. Устроим выставку. Не, у меня нет водительского удостоверения. Эмоции после выступления в Нижневартовске и Сургуте. Наконец-то, блядь! Еще недельку позаебываться и Новый год. Вот мои были ощущения. Шок. Шок очень хуево себя повел. Прям как долбоеб по отношению к очень хорошим людям, поэтому я очень хуево стал к нему относиться. Воздержусь тоже. Это оскорбление о деталях, но пиздец он поступил не очень хорошо. Хуево, вернее. Рамирес, да прикольно у них и флоу, и техника. Я пару треков всего слышал, но, блядь, чуваки вообще заебись делают. Энергично, по крайней мере. Мясо есть. Не, не дописал две строчки, заебался, пошел с вами поговорить. Сегодня день рождения, речь закида. Блядь. Надеюсь, ему подарят лилузи на день рождения. Да не хочу я отвечать на ваши долбоебские вопросы. Нахуй. Идите в пизду. Дауны, которые по пять раз у меня одно спрашивают. Я все вижу. Просто с опозданием. Если я не ответил, блядь, то я не хочу отвечать. Что непонятного. В Ставрополь. Да блин, да я бы хоть куда приехал. Это же не я решаю. Ну, вернее, не на сто процентов я решаю. М-видео. Привет, М-видео. Мне что-то у вас нужно будет, когда я вернусь в Питер. Не помню, но вспомню. Афиша в Москве, в Джеклабе, на социальный переулок. Сколько-то там, блядь, не помню нихуя. Короче, в группе ВКонтакте есть информация. Завтра будем тусоваться. Че вам, блядь, не дает покоя палец? Палец и палец. Да, на шее щекотно. Вот тут нормально чувак написал. Да я давно познакомился с Димастой. Еще зимой. Так, че еще интересного? Так. Реакция на смерть Икса. Блядь. Джунгли. Америка это, блядь, ебейшие джунгли. Там на митинги попиздеть не поможет вообще. О чем я всегда и говорю, блядь. Думайте своей головой. И помните, что, блядь. Всем на всех похуй. Вокруг нас жестокий мир. И пиздежом ты себе не поможешь. Как бы громко ты ни пиздел. Сколько бы вас ни пиздела. Слова, блядь. Словами невозможно сдвинуть камень с места. Усилиями можно. За последний год до хуя во мне че поменялось. Во мне частенько много че меняется. Ну, я по идее просто взрослею. Но пока все изменения в лучшую сторону. По крайней мере для меня. Мотивацию охуенную. На альбоме С4 будет много мотивации. Но, блядь, она не будет такая, что... Я буду говорить, встань, иди, ебашь. Ты молодец. Ты новое поколение. Без вот этой всей хуйни. Там будет мотивация такая, как тебе твой старший брат, может сказать. Наш альбом это мотивация от старшего брата. В основном, конечно, для пацанов этот альбом. Мы писали одну песню для девчонок на этот альбом. Но в итоге, короче, мы ее не включили туда. В основном это альбом для чуваков. Для чуваков в тачках. Для тренировок. Для спорта подойдет этот альбом охуенно. Ебашить в качалочке, бегать. Добиваться целей под этот альбом. Это прям идеальный саундтрек для движения вверх. Так бы я характеризовал этот альбом. Альбом с руксом это... Менее мотивации, больше... Хуй знает о хорошем настроении. Альбом с руксом это хорошее настроение. Короче, типа слушаешь всю неделю... Ебаши всю неделю и слушаешь наш альбом C4, а все выходные слушаешь наш альбом с руксом. Как-то так. Так что плейлист будет просто на... в круглосуточной основе. Я покажу себя на 5 сек. Привет. Все, хватит. Я по-разному. В основном быстро пишу. Когда есть... Когда вокруг все работают, ты сидишь на студии, никто не ебет тебе голову и все вокруг... А все вымазано вайбом правильным, то тебе надо полчасика на нормальный парт. Оно само идет. Просто танцуешь под бит. Блядь. Гена Куээофишал. Ты написал глупость. Единственное... У меня нет машины. Ну, блядь, я сижу в тачках чаще, чем на студии, чаще, чем дома. Последние года 3. Ну и типа... В тачках это имеется в виду... Но это больше метафора. Это не значит, что... Если у тебя есть машина, и ты в ней сидишь, ты должен слушать этот альбом. Надеюсь, ты пошутил. Вот Эрмитаж 1237 меня нахуй послал, например. Зачем? У меня не растет борода. Не могу ее отпустить. Давай не про творчество попиздим, да без проблем. Не, я таскаю заметки в айфоне. Че по флоу? На альбомах просто прикольный флоу. Быстрого не очень много. Но есть прикольный, разный флоу. Красивый, но бессмысленный. Блядь. Когда же вы вымрете или повзрослеете. Заебал, вот мне пишут. Че вы такие грубые? Кого вы слушаете, что вы такие грубые? Меня? Да ну нахуй. Девян 2, кстати, уже не Девян 2. Я поменял название его альбома. Не знаю, какой он будет. Единственное, что могу сказать, что на сольный альбом всю музыку, все приколы, всю запись, все тексты я буду полностью сам делать. Мне только помогут в конце с введением и все. Это будет отчет. Отчетная работа типа всех моих навыков. Все буду делать сам. Чисто такое испытание. Как дела, ёпта? Нормально, ёпта, Павлик. Все ровно. Дмитрий Юрьевич, сам иди нахуй. Фу, блядь, портит мне настроение, пидорас. Ну, блядь, ну я не на дне, но чтобы держаться, держаться не на дне, хотя бы, не говоря уже о том, чтобы идти дальше. Нужна конская мотивация, особенно, представь, у меня нет начальника, нет кого-нибудь там лейбла, всякой хуйни, то бишь, я сам себя должен настраивать, мотивировать, командовать. А когда ты можешь позволить себе полгода сидеть и играть в комп, и нихуя не делать, очень тяжело становится себя мотивировать. Поэтому, когда я пишу эту музыку, я и себя программирую. Ну, и типа, нет ни одного человека, которому не нужна была бы мотивация, даже если он, блядь, не знаю, Билл Гейтс или еще какой-нибудь взорванный штрих. Всем нужна мотивация. Потому что в человека встроены две прикольные хуйни, лень и желание всегда большего. И вот что в тебе победит, таким ты и будешь по жизни. Поэтому мотивация всегда нужна, чтобы победить лень с помощью жажды всего нового и большего двигаться дальше. Вот как-то так. А, да ты не знаешь, какие у меня проблемы, братан. Реально. Я могу представить, какие проблемы у пацанов из тачки, о которых ты говоришь. Но, блядь. Ну, типа, я не хочу сравнивать. Всем хватает своих тяжестей. Но не думаю, что мне очень легко живется. Никому не легко. Время от времени. А меня мотивирует, например, когда я дней пять проебываюсь. Я в последний день просыпаюсь дико разозленный на себя самого. Иду, умываюсь хмурой по дороге в душ. Думаю, говорю себе внутри все, что о себе думаю. Потом завтракаю и сажусь ебашить. Первый день, два, мне тяжело. А потом я могу очнуться дней через восемь, сделав, блядь, дохуя всего. Вот. Так что иногда, конечно, попровисать и попроебываться, чтобы разозлиться на себя и начать работать. Это тоже хороший способ. Главное не увлекаться с бездельем. вот, как-то так. Ну вот, видишь, меня спрашивают люди хотя бы про то, что меня мотивирует. Вот мы уже говорим не про песни. Ну вот. Про чувак, про EP и семи треков. Так это и происходит. Я не прогоняю мысли типа на дейли бэйсис. У меня просто... Короче, я достаточно прагматичен по жизни. И у меня нет мечт, короче. У меня есть цели. Типа я никогда не мечтал так, чтобы типа вот бы, вот бы. Когда у меня возникает очередное вот бы хорошо, если бы было так, я сразу представляю, что для этого надо сделать и что мне нужно сделать, что там оказаться. поэтому, когда я начинаю проебываться, я просто вспоминаю ну свою цель, вспоминаю, что нужно сделать, возвращаюсь к самому ближайшему пункту из этого пути к себе. Ну и начинаю делать. Напишусь. Жизнь идет, много всего происходит. Не знаю, как исписаться, когда очень много вокруг всего происходит. Очень много через себя пропускаешь. Поэтому всегда есть всегда есть флоу прикольный, всегда есть слова, всегда есть биты, всегда есть желание потанцевать. Потанцевать я имею в виду типа голосом. Да, у меня есть человек, который меня мотивирует. Это я. эфиры про баб. Мы можем поговорить про баб, если вы меня не будете спрашивать там типа что с Эмилевской и прочее. Да, очень много куда можно пойти, чтобы легче подняться, но типа смотря, что ты хочешь. Я немножко о другом думал, поэтому я выбираю заведомо путь подлиннее, посложнее, но при этом мне не придется делать всякую хуйню, которую я не хочу делать. Вот. Типа я дохуяк гордый, наверное, поэтому так. Конечная цель на данный момент я хочу почувствовать себя как дома, честно говоря. Вот моя цель. Я всю жизнь переезжал с семьей, менял школы, дворы, города, даже страны. Потом уже сам переезжал без родителей. Сейчас я опять живу на чемодане. Я понял, что я могу весь год прожить с вещами, которые помещаются в, блядь, в 80-литровый чемодан. Типа похуй мне вообще. Но единственное, теперь у меня появилась студия. Типа это единственное, что громоздкого есть у меня в моем багаже. Вот. Хочу поклеить обои. когда клеишь обои, ты это чаще всего делаешь надолго, типа. Я даже помню в детстве, когда я помогал там родителям ремонт делать в хатах, где мы жили. По иронии, мы всегда делали ремонт и через год уезжали из этой квартиры куда-нибудь. вот. Я хочу ощутить просто такую херню, что, блядь, не знаю, я целый год нахожусь в одном месте и я знаю, что следующий год буду здесь и следующий год буду здесь. Заебала эта хуйня. Да хер с ними, с когда альбомщиками. ЧСВ подрубил старых добрых друзей игнорию. Это кто? Голубкин, 27. Это Дима Голубкин из параллельного класса из 146-й школы? Если да, то прикольно. С какого момента мы стали с тобой старыми добрыми друзьями? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Нет, я учился в 146-й школе в Омске. В Перми учился в 114-й. Нет. Мой товарищ снимает этот участок. Охуенно здесь. привет в Омск. Я закончил в школу в 2012-м, по-моему. Я учился в школе хреновато. по гуманитарному у меня почти все пятерки были, а вот по точным была печаль. у вас сап. Да, играю, конечно, в компьютерные игры. Консоли вообще не люблю. только с этим рэпом уже не играл в комп нормально. Месяца два с половиной. Не пизжу. Два месяца. Синяя анаконда уснула, да. Устала совсем. Я сижу один, потому что по-моему большая часть уехала в город. Кто-то спит. Вот. Сейчас у меня скоро сядет телефон. Я допишу две строчки. и буду думать что сожрать. А завтра мы наверное запишем все песни сразу за один день. А может сегодня ночью. Да. Наверное сегодня ночью. Мне нужно записать еще восемь песен. Учитывая что на запись я трачу не больше получаса так что это все реально. Да. Я частенько кстати захожу в 114 когда в Перм приезжаю. Кто-то есть. Girls like you что слышно что слышно говорю куда ананас 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 фейдер что а вон в чем голый носится холодно уже просто girls like you свой первый трек я записал веб-камеру сидя на скрипучем стуле читая с тетрадки это было отвратительно но мне понравилось во всяком случае это было лучше чем мой первый секс так сейчас секунду ага у меня 11% ой уже 10 так что будьте готовы что в один момент я внезапно пропаду по классике своих стримов и нихуя не сохранится спорт ебой what's up это спорт рэп это мой спорт так проблемки с вайфаем секундочку а сука я здесь или нет йоу меня слышно вы тоже видите черный экран бля the fuck заебись у меня просто черный экран я ни хера не вижу класс вот теперь заебись вот где вы еще такое увидите какой рэпер вам застримит посадку самолетика фд вадим а все пля пиздец очень очень плохо что ты уезжаешь но нехуй делать ну да ничего не поделать че ты пока с Андрюхой с мотосом короче окей хорошо а это ты в понедельник только вернешься или когда нет я в понедельник я в воскресенье улечу куда улетишь у меня у батя день рождения просто они в Крыму уже ааа нихуя заебись ну и приедешь ты получается сюда то есть через неделю ебать охуеть что я буду делать тут неделю я просто планировал сегодня ночью все записать мне осталось две строчки дописать я бы зашел все это захуярил и просто пару дней потом резал и дизайнил ну ладно ну сегодня че мы просто проснулись все часов в 5 хули делать уж поработаем ночью нормально да я не хочу никуда ехать нахуй мне тут нас я не знаю бля просто если мы поем на нас все опять упорятся нахуярятся никакой работы не будет завтра все будут с заплывшими еблами ходить чесаться бля и пить воду сука друзья наркоманы горе в семье бля ха-ха-ха нахуярятся Так Андрей сказал, что может нас прописать Типа Короче Короче, смотри, что я думал Блядь, опять два дня Нихуя не делать Заебался уже Я просто, знаешь, что думал, вот по идее Это в эфире Да, да Я нихуя что на него не могу сделать Он медленный пиздец, блядь Давай тогда ЗОС сначала Встань туда, а потом мы допишемся Давай, Пух Этот, я что говорю Я по сути, если бы сегодня мы не ехали никуда Я бы мог за ночь Вы еще весь рюбом записали, все свои парты Ну да Бля, Нойман А где он? Бля, ну нет Вот сейчас Тогда стопудово надо, конечно, обождать Ну и что, мы едем орать просто опять? Да Близец Бабуля приедет И он расхвал Очень страшно Блядь Он хотел соскочить В смысле? Ты представь Ну там, типа, у них бизнес-встреча Их перенеслась Опять на неделю Ебать, две недели уже ждем Мы сидим Я говорю, что я говорю Я прям вдруг зашел Он звонил, я сбрасываю Ну бля, если бы он слился Он бы вообще охуел Потому что мы вчера метнулись Блядь Тупо в Питер На пять часов На шесть Ты спиздил у меня попрощаться Вассап Пушки Ганс Ганс У меня хуй встал Зацените тачку Охуенный тазик, да? Пошли ягод пожрем Гошан Прям заебал Он какой-то, этот, урановый Ты спал вообще сегодня, слышь? Ты спал вообще сегодня? Ты, блядь, урановый какой-то, нахуй Я поспал Я тебя сонным не видел, блядь, ни разу еще Кто? Ты? У кого проблемы со сном Четвертинка, занок Что это за фалыч в руке? Фал имитатор какой-то в руке Большие пакеты для больших денег Эй, полегче, блядь Я же смотрю в экран, ни хуя не вижу А есть какая-то хуйня? А, кольцо только возле магазина, да? Ты, деревян Ладно, давай собираться тогда Вот До свидания, короче Поработать не получилось, мы едем орать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok